Рога сайгаков планируют продавать за рубеж. Об этом на брифинге сообщил Ерлан Насымбаев, министр экологии и природных ресурсов. Он отметил, что рога являются традиционным компонентом некоторых лекарств в восточных странах, в частности в Китае. Однако пока нет возможности экспортировать их на внешний рынок. В Казахстане действует запрет на вывоз частей отдельных видов животных, в том числе и сайгаков. На сегодняшний день мы проводим переговоры. В данное время заместитель председателя комитета находится в Женеве в центральном офисе международного организма ТЭС, где в комитете по животному миру идет обсуждение данного вопроса по снятию запрета на вывоз частей и дериватов сайгаков. Ориентировочный срок получения разрешения – начало 25-го года. Отечественный авиаперевозчик планирует увеличить количество полетов в Китай из Алматы в Пекин – с 6 до 7 рейсов в неделю, из Астаны – с 1 до 3 рейсов, из Алматы в Урумчи – с 2 до 7 рейсов в неделю. Также в следующем году авиакомпании запустят новые маршруты в китайские города Шанхай, Гаджоу и Ченду. Если сейчас между Казахстаном и КНР выполняется 27 рейсов в неделю, 11 – казахстанскими и 16 – китайскими авиакомпаниями, то в ближайшее время перевозчики будут осуществлять 84 рейса в неделю. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации. Определяющее событие политической жизни страны – элитеральная кампания – станет проверкой на прочность белорусского общества. Согласно новой редакции, Конституции пройдет единый день голосования. Также на новых условиях изберут делегатов Белорусского народного собрания. Основным законом оно наделено высшими полномочиями. Этому периоду предшествовала большая работа обеих палат парламента. Законодательную базу нужно было привести в соответствие с основным законом, и в большей степени это сделано. Сейчас избирательный процесс, по сути, в Беларуси уже идет, и ему пристальное внимание на высшем уровне. С одной стороны, важная мобилизация людей, с другой – необходимо не допустить раскола, то есть сохранить согласие в обществе. Помимо предстоящих выборов в парламенте и избирания делегатов ВНС, во Дворце независимости обсудили и кадровые вопросы. Президент принял с докладом председателя Совета Республики Национального Собрания. Наталья Качанова также уполномоченный представитель главы государства в Минске. Так что дополнительно Александр Лукашенко интересовался положением дел в столице и в первую очередь обеспечением всем необходимым – от продуктов питания до одежды и обуви. Однако основной вопрос встречи – электоральный. Единый день голосования – 25 февраля. Последнее зимнее воскресенье белорусам предстоит выбрать депутатов всех уровней. Предварительно, какова ситуация, как на местах работают люди и губернаторы. Мы откровенно и честно сказали, что мы будем всячески участвовать в этих выборах, я имею в виду. Вертикаль власти – это очень важная кампания в Беларуси. Важнее политической кампании в будущем году нет. И следом же формирование Всебелорусского народного собрания, избрание делегатов на это собрание. Я прошу вас и дальше не уходить от этой темы, насколько это возможно, насколько нужно будет Центральной избирательной комиссии помогать, поддерживать их вместе с администрацией президента Нижней Палатой Парламента. Второй вопрос – есть ряд проблем кадровых. Мы тоже о них говорили с вами. Я хотел бы, чтобы Совет Республики имел концентрированное мнение. Еще один вопрос – Минск. Как обстоят здесь дела? Меня интересуют вопросы обеспечения населения. Прежде всего, всем необходимым. Первая необходимость – продукты, питание, одежда, обувь. Как чувствует себя Минчанин в этой ситуации. Ну и вы бываете в республике, молодцы сенаторы, проводят встречи с людьми. Вы мне обещали, что концентрировать будете то, что происходит в Беларуси и доложится при необходимости. Действительно, сейчас идет активная подготовка к важному электоральному периоду. Местные органы власти, губернаторы, местная исполнительная власть – все активно включились в эту работу. И, конечно, мы сейчас отслеживаем ту ситуацию, которая складывается на местах, какие есть проблемы, какие есть вопросы. Кроме того, при проведении электоральной кампании наши кандидаты в депутаты всегда говорят о тех вопросах, которые они будут оказывать содействие в решении нашим людям, избирателям. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус страны кандидата в Евросоюз. Но есть нюанс. Страна должна выполнить девять условий, включая следование внешней политики Евросоюза. Страна должна выполнить ряд рекомендаций, так называемых оговорок, которые сопутствуют решению ЕК. Касаются эти рекомендации прежде всего реформирование судебной власти, преобразование в системе исполнительной власти, снижение общеполитической полярелизации, имеется в виду взаимоотношения власти и оппозиции, развитие демократии и свободы слова в Грузии. Одним из первых решений, принятые в Брюсселе, прокомментировал премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Он отметил, что оно является результатом планомерной и целенаправленной работы исполнительной власти страны на протяжении последнего периода. Грузинские чиновники проводили не один раунд переговоров со своими коллегами в Европе, когда обсуждались вопросы, связанные со статусом кандидата. Окончательное решение будет принято уже в декабре, когда на саммите соберутся руководители стран-членов Евросоюза. В случае единогласного решения Грузия получит статус кандидата в ЕС. Грузинская оппозиция выражает недовольство решением и считает, что она поможет правящей партии грузинская мечта в укреплении своих позиций и победе на предстоящих в 2024 году парламентских выборах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова